Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». «Если Бог знает наше будущее, то в чем же наша свобода выбора?» Такой вопрос поступил на портал, и я постараюсь, насколько это возможно, ответить на него. Вспоминаются слова о свободе, которую говорит апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе, 13 стихе говорит следующее. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Но в то же время действительно возникает вопрос, если я свободен в своем выборе, то как же тогда предведение Божие? Дело в том, что существовали ли целые секты, считающие, что Бог предопределил одних людей ко спасению, а других людей предопределил к вечной погибели и вечной смерти. Поэтому человек, действуя праведно, наследует спасение и не может просто действовать по-другому, а другой, соответственно, уже предначертан Богом к вечной погибели. Однако, опять же, мы встречаем на страницах Священного Писания, что Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. Но как же нам с вами эти два понятия примирить? Давайте с вами представим, что мы живем в определенной системе координат, где есть пространство и время. Но о пространстве мы сейчас не будем подробно говорить. Представим себе прямую, которая будет представлять собой время. На ней находится точка, которая является точкой настоящего. Через эту точку все время проходит будущее, переходя в прошлое. Поэтому каждый человек, живя в этой точке, не может определить, что же будет дальше. Он даже не может адекватно судить о том, что происходит ныне или что произошло несколько секунд, лет, столетий, дней и так далее назад. Нам с вами очень сложно об этом говорить объективно, потому что есть очень много разных точек зрения. Бог же живет вне этой системы и, соответственно, может предвидеть, как мы поступим, может предвидеть те или иные события. Однако это ни в коем случае не влияет на возможность нашего свободного выбора. Примерно таким образом для нас открывается тайна времени через блаженного Августина в его рассуждениях о времени. Также существует еще одна очень интересная аналогия. Представьте, что вы находитесь в комнате прекрасного здания, но вы родились в этой комнате, вы никогда не выходили за его пределы. Вы не можете судить об архитектуре данного здания, потому что видите мир только через окошко. Вы можете говорить о каких-то очень приблизительных вещах, но не можете сказать о полноценном проекте, о полноценном стиле данного дома. А Господь находится вне этого строения и прекрасно знает его. И поэтому Бог может судить о времени, Бог может предвидеть наши действия, а мы сделать этого не можем, потому что находимся в разных системах отсчета. Спасибо за внимание. Это был ответ на вопрос о предведении Божьей для библейского портала «Экзегет». »Экзегет». Правец. Как говорится? Продолжение следует...